Каждую среду в студии телеканала Самарагиз мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Как организованы наблюдения за проведением выборов президента России в Самарской области? Кто будет контролировать процедуру голосования? Как стать наблюдателем за проведением выборов президента России? В нашей студии Владислав Волков, доцент кафедры государственного и административного права Самарского университета, член регионального общественного штаба по независимому наблюдению за выборами президента России, и Елена Шернина, проректор, по взаимодействию с государственными и корпоративными структурами Самарского государственного экономического университета, член регионального общественного штаба по независимому наблюдению за выборами президента России. Владислав Эдуардович, Елена Викторовна, здравствуйте, спасибо, что нашли время и пришли в нашу студию. Я понимаю прекрасно, что сейчас у вас достаточно горячая пора, дел на самом деле очень много. Здравствуйте, спасибо большое. Здравствуйте, Елена. Ну и знаете, давайте начнем вот с, наверное, самого главного, на мой взгляд, вот объясним зрителям задачи работы штаба. Потому что региональный общественный штаб по наблюдению за уровнем президента России. Вот зачем он необходим? На ваш взгляд, как специалистов, социолог, юрист, то есть люди, которые вот как раз близки? Ну мы тогда с коллегой можем даже разделить треки, потому что профессионал в юридической плоскости. И я, наверное, буду оценивать и подсвечивать с точки зрения общественности, значимости общественных вопросов, да, и понимание больше вот в этой сфере. Поэтому, безусловно, есть определенные правила, по которым все эти процессы выстроены. И коллега сейчас прояснит, какие такие ключевые точки, на которые необходимо, наверное, обращать внимание, как они выстроены. А я уже, наверное, этот вопрос буду освещать с точки зрения именно общественного. Да, спасибо. Ну, общественный штаб по наблюдению за выборами президента сформирован как вот структура именно для того, чтобы контролировать эти выборы президентские. У нас аналогичные структуры работают уже довольно давно, практически на каждой избирательной кампании. А сейчас у нас тут избирательная кампания по выборам президента Российской Федерации. И поэтому необходима такая структура, которая будет не связана ни с интересами кандидатов, ни с интересами политических партий, и еще и ни с интересами избирательных комиссий. Потому что это все разные субъекты организации выборов, участия в этих выборах. И поэтому мы представляем общественность, мы представляем избирателей, ну и общественный институт, такой как Общественная палата Самарской области. Сейчас этот штаб существует в статусе рабочей группы Общественной палаты Самарской области. И мы занимаемся не только контролем за легальностью избирательного процесса, то есть за соответствием закону избирательных процедур и избирательных действий, но и контролируем легитимность. Наша задача состоит в том, чтобы не просто были соблюдены формальные требования, они, скорее всего, будут соблюдены. Это нормально для современного избирательного процесса в России. Сейчас практически никто не нарушает открытый закон, это уже в прошлом. А еще и сделать так, чтобы выборы были признаны обществом. И если у общества возникают вопросы, то мы можем их поставить и помочь на них ответить. На сегодняшний момент, на 1 января 2024 года в Самарском регионе количество избирателей 2 млн 401. Количество избирательных участков у нас с вами 17 541. Я могу чуть, там на 2 или на 3. Более 17,5 тысяч. Это так. И на сегодняшний момент вообще на территории Российской Федерации более 40 тысяч объектов находятся под видеонаблюдением в 8-9 субъектов Российской Федерации. Это говорит о том, что созданы, я бы даже сказала, избыточные меры по ведению за ходом голосования, по результативности. И я даже не знаю с точки зрения, наверное, другой страны, где бы таким образом было создано такие условия, фактически беспрецедентные за тем, как ведется наблюдение за ходом голосования. И количество наблюдателей, соответственно, которое есть, количество ресурсов, в которые любой избиратель может посмотреть, количество информации, которая есть именно достоверной. И поэтому в этой части не должно быть вообще даже какой-то толики сомнений, что может что-то пойти не так. Безусловно, мы как избиратели, если я отношу себя к гражданину Российской Федерации, обладающую активным избирательным правом, и вдруг я в чем-то начала сомневаться, ну такой у меня пессимистический настрой, конечно же, я найду кучу вопросов, на которые я бы хотела, там, сомнений. Но если я приложу немножечко своих усилий, немножечко, то тогда мне все станет ясно и понятно, и я уверена, что этих сомнений не может быть. Потому что, еще раз повторяю, действительно, те меры, которые созданы нашим государством, Центральной избирательной комиссией и регионом, они исчерпывающие для того, чтобы сказать о том, все правильно, все по порядку. И если мы будем апеллировать к Юрию Кнозорову, это известный лингвист, который дошифровал язык майя, не будучи в Центральной Америке, поэтому если мы хотим... Где ему сейчас поставлен памятник. Да, если мы хотим стать экспертами, правда, это можно сделать, даже будучи дома. Можно изучить документы Центральной избирательной комиссии, наши документы, действительно, чуть-чуть приложить усилий, не стать, конечно, Юрием Кнозором, но, правда, можно все это уложить в своей голове и действительно сказать о том, что великолепно. Вот, ну, это правда так. Вот важнейший, кстати, вопрос о легитимности работы штаба, потому что штаб выполняет, ну, очень важную роль вот в этом процессе избирательном, вот какая легитимность? Легитимность штаба вы какого имеете в виду? А как общественных... Да-да-да, вот штабы, в котором вы работаете. Ну, здесь есть законодательная часть, в которой и в ней не приходится сомневаться. Все регламенты, все подзаконные акты, коллега меня дополнит и, наверное, скажет, куда апеллировать, чтобы посмотреть наши полномочия и проверить, и удостовериться. Это первый. Второй момент. Создан, безусловно, будет штаб, и работа этого штаба ежегодно под каждый выбор создается, где и видеонаблюдение осуществляется, и ведутся прямые трансляции, и ответы на вопросы тоже в режиме онлайна происходят на сегодняшний момент. Да, абсолютно правильно. Легитимность обеспечивается в основном за счет информационной открытости. Штаб ведет свою работу в условиях полной информационной открытости, и мы постоянно подчеркиваем, что мы с удовольствием отвечаем на вопросы и избирателей, и других участников избирательного процесса. Вот вчера в доме журналиста у нас было собрание, там обсуждали роль СМИ в освещении избирательного процесса, присутствовал член избирательной комиссии Самарской области с правом решающего голоса, и мы постоянно сотрудничаем. А сам по себе штаб, он же образован общественной палатой. Общественная палата аккумулирует общественные настроения, но практически из всех социальных групп, которые могут быть выражены и учтены нами. Поэтому и сайт общественной палаты существует, и нашего уважаемого председателя общественного штаба, у Покровского, есть даже телеграм-канал, где он постоянно демонстрирует свою активность и действительно показывает весьма высокий уровень информационного обеспечения. То есть вот это и есть информационное обеспечение работы штаба, да? Это информационное обеспечение, но это еще не все. Так. Потому что информационное обеспечение – это скорее отчет о нашей деятельности. Но главное – это сама деятельность. Ведь мы наблюдаем не только за процессом голосования. Вот есть такое распространенное заблуждение, что выбор – это вот там один день воскресенья, или сейчас это три дня пятница, суббота, воскресенье, которое многодневное голосование будет проходить. Но это не так. Выбор – это очень длительная процедура. И любой, кто принимал участие в избирательной кампании, кто организовывал ее, знает, что за несколько месяцев как минимум начинается. И там есть и процедура объявления самих выборов, есть процедура выдвижения, регистрации, финансирования, предвыборной агитации. И уже итоговая часть – это голосование. Мы наблюдаем не только за процессом голосования, а на избирательном процессе на все протяжении, от его начала и до его конца. Вот можно посмотреть и на сайте общественной палаты, и в средствах массовой информации, в том числе и вашего уважаемого средства массовой информации, там отчеты есть, что мы и выдвижение обсуждали, причем открыто всех кандидатов, которые заявляли о своем согласии на выдвижение, и процедуру регистрации, и вот сейчас информационное обеспечение. Поэтому, уважаемые друзья, смотрите за сообщениями средств массовой информации, но не только, мы активно присутствуем в социальных сетях. И следите за работой штаба, еще раз повторяю, что на все вопросы, которые возникают, мы с удовольствием ответим. И в этой части, опять-таки, если мы ворачиваемся к двум трекам, это такой пессимистический настрой, и он очень часто встречается у людей, у нас, как, наверное, у граждан. Я чему-то не доверяю. Такое стереотипное представление о чем-то. Есть такое, да. И, наверное, не составит сложности этому человеку добрать информацию, опять-таки, повторяю, исчерпывающую информацию, для того, чтобы понять, что действительно все правильно, все уложено правильно, и все идет в соответствии с законодательством Российской Федерации. И если возникают какие-то сомнения, то действительно человек может проявить свою активность и стать общественным наблюдателем, и стать наблюдателем от партии, стать наблюдателем от какого-то кандидата. И в этом, правда, нет никакой сложности. А влияние людей, которые негативно почему-то и пессимистично настроены и к результатам, и все подвергают сомнению, безусловно, мне кажется, оно не должно влиять на тех людей, кто отдает и действительно выражает свою гражданскую позицию, и приходит и участвует каждый раз на выборы и отдает свой голос в поддержку того или другого кандидата. И мне кажется, вот такой... Очень часто мы встречаем такой перехлест мнений, и мне хочется, чтобы люди, которые выражают действительно правильную гражданскую позицию, активную гражданскую позицию, это какую? Когда они действительно приходят каждый раз от выборов к выбору и выражают тем самым свою гражданскую позицию, не перехлестывались сомнениями и уж тем более таким диванными экспертами. Вот, наверное, это главное, о чем бы хотелось сказать и донести. Поэтому, если есть сомнения, пожалуйста, на всех сайтах и все законодательные, наверное, ну, все к тому, чтобы... Если ты хочешь разобраться, ты можешь в этом разобраться. И у тебя будут все ответы на поставленные твои вопросы и стереотипы, они такие... Они будут уходить, понимаете? То есть, да, ты приходишь на выборы, все открыто, все прозрачно, ты берешь бюллетень, ты голосуешь, ну, ну, как еще? Куда уж прозрачнее. Да, вот я бы тоже так вот... Ну, куда уже прозрачнее. Кстати, здесь... Да, конечно, вот в продолжение, уважаемые коллеги, надо сказать, что, конечно, недоброжелатели есть. Да, и, наверное, нужно говорить про это. Недоброжелатели, во-первых, есть всегда, во-вторых, недоброжелатели сейчас есть особенно, поскольку мы находимся, ну, в совершенно определенных политических условиях, в экономических условиях. И здесь надо понимать, что мы испытываем давление. Да, можно. То есть, мы испытываем отношения к нам не объективные очень часто. Это факт. Очень, я бы сказал, не объективные. Да, но очень легко быть недоброжелателем на расстоянии. Да. Когда ты представляешь своего противника каким-то далеким, чужим тебе человеком. Совершенно неправильно настроенным, готовым совершать подлости, правонарушения и прочее. Но очень сложно такие же негативные отношения сохранить с человеком, когда ты с ним общаешься, например, с глазу на глаз. Потому что ты видишь, что это обычный человек, такой же, как ты. И ты видишь, что на самом деле происходит. Да. И ты видишь, что на самом деле происходит. И что у него нет никакой заранее определенной цели причинить тебе вред. И в основном так это происходит. Поэтому мы стараемся сделать избирательные комиссии сами по себе выбор ближе к людям. Максимально открытые. Если они видят, что это такие же люди, как они находятся в избирательной комиссии, организуют и проводят выборы, по большому счету, такие же, как они люди являются кандидатами, доверенными лицами и прочими людьми, участвующими в избирательной кампании, у них уходят всякие сомнения. Тем более, что, как было правильно сказано, наша избирательная система действительно с точки зрения технологий одна из наиболее совершенных в мире. И нам нужно просто поддержать эти технологии и наполнить их человеческим содержанием. Ну, конечно, прямое голосование, что уж лучше. И в этой части вы же правильно затронули вот эту вот тоненькую, про которую надо чуть-чуть побольше, мне кажется, проговорить с точки зрения нас как граждан, что на сегодняшний момент действительно очень много будет провокаций. Очень много желающих расшатать систему, очень много кликуши и кричащих будет, которые просто необоснованно будут делать вброс информации и пытаться раскачать. Это называется недостоверной информацией. Абсолютно верно. Кстати, вопрос такой, тогда вот, а что с этим делать? Это действительно проблема. Как противостоять недостоверной информации? Я думаю, что противостоять недостоверной информации нужно просто, первый момент, ну, допустим, в этой части нужно проявить, опять-таки, немного, наверное, ума своего, а у нас действительно очень грамотные люди, грамотная молодежь, и слава богу, у нас таких большинство. Если ты хочешь проверить какую-то информацию, есть официальные источники. Вы можете зайти на сайт Центральной избирательной комиссии, на сайт Общественной палаты Самарского региона, в конце концов, там даже есть телефоны, по которым вы можете позвонить, вы можете позвонить на телефон участковой избирательной комиссии, да вы можете, в конце концов, прийти на избирательный участок и пообщаться с председателем участковой избирательной комиссии, с наблюдателями, и, правда, проявить немного гражданской активности и развеять все свои сомнения. То есть, чуть-чуть поизучать те документы, которые есть, и которые представлены, опять-таки, на всеобщее обозрение. Вот и все. Вся, наверное, весь этот натиск, который, наверное, предстоит и будут вбросы, он будет разбиваться всегда о правду. Понимаете? Но, правда, на нашей стороне и все. Владимир Владимирович. Да, вот с точки зрения закона, наверное, надо еще сказать. Закон, закон о выборах и вообще законодательство Российской Федерации в целом очень либерально относится к распространению информации о выборах. Да, у нас есть там перечень информации, которая должна быть абсолютно достоверной, когда будут выборы, где будут проходить. Это, кстати, каждый может узнать с сайта Центральной избирательной комиссии, какие кандидаты выдвинуты. Но вот агитация на выборах, то есть такая информация, которая должна побудить избирателя проголосовать за определенного кандидата, да, она может быть достаточно свободной. То есть здесь требований абсолютной достоверности нет. На это было бы очень сложно сделать так, чтобы все кандидаты говорили о себе правду, правду, еще раз правду. Это тогда сложно было бы выбрать, потому что все бы они обещали примерно одно и то же. Поэтому агитация осуществляется свободно. В том числе агитация одного избирателя в отношении другого избирателя. Избиратели же тоже могут агитировать, если это не требует больших финансовых затрат. И здесь уже абсолютная свобода у нас есть. Но свобода абсолютная с точки зрения воли человека, но не абсолютная с точки зрения закона. У нас действительно есть ограничения. Недостоверную информацию нельзя распространять под видом достоверных сообщений. Вот это такое общее требование. И, конечно, к административной ответственности, к уголовной ответственности избирателей никто привлекать не будет. Но здесь вопрос к совести. Насколько человек может позволить себе очевидную неправду распространять? Некоторые могут. Такое бывает. Но это скорее профессиональные агитаторы. Мы их не берем. Мы берем сейчас обычного избирателя. Что ему делать в этом потоке информационном, когда действительно агитация может отшляться достаточно свободно? Ему нужно проявлять здравый смысл. Абсолютно рассчитывать на государство очень сложно. Что государство заранее... Здесь ни на кого нельзя рассчитывать. Здравый смысл. ...заранее оградит человека от вредной для него информации. Нет. Спасение утопающих в информационном потоке – это дело рук самих утопающих. И здесь очень важно обращать внимание на то, из какого источника поступила информация. Средства массовой информации, они очень хорошо регулируются. Ну, конечно. Мы отвечаем за свои слова. Очень жестко. Они обязаны проверять информацию, не распространять недостоверную информацию. Еще огромное количество требований выполнят. Это огромная ответственность. Да, это огромная ответственность. Здесь можно быть относительно спокойным, что да, есть редакционная политика, но она тоже обычно находится в рамках закона. Если мы говорим про зарекомендовавшие себя средства массовой информации. Вот как ваш уважаемый канал. Но мы понимаем, что люди получают сейчас информацию не только из средств массовой информации, еще и из огромного количества других источников, которые благодаря технологиям доступны каждому. И здесь очень важно понимать, что да, надо посмотреть, кто распространяет информацию. Если это какой-то анонимный телеграм-канал, за которым непонятно, кто стоит, то, конечно, к нему нужно проявить критическое отношение. Если даже не анонимный телеграм-канал распространяет какую-то информацию, но ссылается как на источник на другой какой-нибудь социальную сеть, там, аккаунт социальной сети или телеграм-канал с одним, двумя, тремя подписчиками, то уже надо подумать, а чего это здесь происходит. Это неправильно. Есть два ключевых вопроса, которые всегда для того, чтобы не быть вовлеченным в чью-то сомнительную пропаганду, нужно задавать два вопроса самому себе всегда. Это очень хорошо работает. «Зачем мне это говорят? Зачем мне это хотят сказать? Кто это, кому это выгодно и кто за это платит?» Вот они три вопроса, которые, если мы каждый раз будем задавать, это будет такая, знаете, как гигиена для себя. Когда мы читаем, понимаете? И тогда все становится понятно. Кто говорит? Зачем он мне это хочет сказать? И каким действиями он меня побуждает? Он хочет, чтобы я как житель, как гражданин сделал что? Возмутился, пошел или еще что-то? Каким действиями он меня побуждает? К созидательным или к разрушительным? Вот эти три вопроса, которые нужно всегда самому себе задавать, и тогда вас и нас никто не сможет так легко ввести в заблуждение. Я предлагаю сейчас сделать паузу, давайте посмотрим сюжет, затем продолжим нашу беседу. Здравствуйте, к вам участковая избирательная комиссия 3048. Рассказываем о выборах. В Самаре представители участковых избирательных комиссий начали адресное информирование жителей. Они рассказывают о предстоящих выборах, о том, как прикрепиться к избирательному участку по месту нахождения, на случай, если голосовать по месту прописки неудобно. Тем, кто по уважительным причинам не может прийти на избирательный участок, рассказывают о возможности проголосовать на дому. Она предоставляется, например, по состоянию здоровья или при необходимости ухода за лицами в этом нуждающемся. Домашнее голосование выбрала и Валентина Мишина. Не все здоровы физически. Опять же, хорошо, что голосование три дня идет, и кто-то может в пятницу, кто-то в субботу, кто-то в воскресенье. Поэтому это хороший выбор для нас, и это удобно. Если избирательный участок был перенесен, то обходчики напомнят и об этом. Ирина Хохлова считает выборы обязательной процедурой и рада, что ее участок стал еще ближе к дому. То, что перенесли избирательный участок, это очень хорошо и удобно, потому что, ну, допустим, в нашем возрасте более-менее молодые мы туда ходим еще спокойно и нормально, а те, кто более пенсионного возраста, спуск с горы, подъем в горы, туда до 46-й школы, это было крайне неудобно. И то, что сейчас прислушались и перенесли, просто здорово. Узнать представителя избирательной комиссии легко. Они одеты в жилетки, у них сумки и нагрудные знаки с символикой выборов. Всем избирателям обходчик показывает свое удостоверение и паспорт, вручает приглашение на выборы, буклет с информацией о кандидатах и памятку о том, как и когда можно проголосовать на выборах президента Российской Федерации. Всех наших избирателей призываю нас спускать. И, конечно, всех мы ждем на избирательных участках. Это очень важно для нашей страны сейчас, в это время, показать, какие мы дружные, общные, показать пример нашим детям, что нужно ходить на выборы, что это, в принципе, праздник. Дается для этого три дня, чтобы отдать свой голос за будущее нашей страны. Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта. Принять участие в голосовании может любой гражданин старше 18 лет. Уважаемые гости, вопрос, на мой взгляд, один из важнейших. Вопросов вообще много, все не успеем обсудить, но вот это мне бы хотелось. Почему так много вариантов для голосования? Три дня мы голосуем, можно открепиться и так далее. С чем это связано, на ваш взгляд? Я опять вернусь, наверное, к тезисам, которые мы вначале сказали, что действительно на территории Российской Федерации созданы беспринцедентные возможности для того, чтобы гражданин, каждый гражданин мог сделать свое волеизъявление. И вот эта удобная форма, которая три дня голосования, электронные, ну три дня в основном, да, которая возникла в результате постпандемии и пандемийное время, она прям очень-то хорошо ложится на ментальность нашу Российской Федерации. Это очень здорово, очень прекрасно. И в этой части и система электронного голосования, и то, что можно открепиться и перекрепиться. Для меня, допустим, и для многих из нас это очень удобно. Почему? Я прописана в Кене-Черкасском районе, но проживаю здесь, в Самаре. И мне правда неудобно ехать в Кене-Черкасский район для того, чтобы проголосовать. Соответственно, очень все достаточно доступно и правильно организовано. Открепление составляет, ну, за пять минут я уже перекрепилась с помощью госуслуг на тот участок, в котором мне удобно. Ну вот, наверное, это очень важно. Да, конечно, мы говорили о легитимности выборов и расширении перечня возможностей, которые есть у избирателя, это как раз мера, направленная на то, чтобы выборы стали доступными для всех. И вот надо отметить еще роль уполномоченного правом человека, который у нас в Самарской области чрезвычайную активность проявляет по поводу того, чтобы сделать избирательные участки доступными для всех. С физической точки зрения. То есть разместить их на первых этажах зданий, чтобы не нужно было там инвалидам подниматься. Входные группы сделать так, чтобы можно было действительно туда попасть очень легко. Но это, что касается физических возможностей доступа. Но ведь вот мобильный избиратель, это такая система, которая в масштабах страны, она практически нигде не реализуется. Вот та, о которой мы говорили. Возможности перекрепиться, возможности голосовать по месту нахождения, а не по месту жительства. И естественно, чем больше таких возможностей будет, тем лучше. Здесь нет поля для критики. То есть это меры, которые однозначно направлены на обеспечение явки избирателей на выборах. Но не так, чтобы их принуждать к этому, а для того, чтобы создать возможности. А избиратель сам принимает решение, принять ему участие в выборах или нет. Это его право. Но мы говорим о юридическом праве. Но с другой стороны, это еще и моральная обязанность. Как члена общества, достойного члена общества, сделать участие в выборах своей моральной обязанностью. И таким образом проявить себя как полноправного, не с точки зрения экономических каких-то прав, обогащения, например. А с точки зрения участия в делах нашего с вами коллектива. Согласен. Уважаемый гость, к сожалению, время программы подошло к концу. Спасибо за интересную содержательную беседу. Я думаю, что увидимся еще не один раз, потому что на самом деле вопросов очень много. Вопросы интересные, вопросы важные. Да и, собственно говоря, избирательная система у нас продолжает работать. То есть это не последние выборы. И всегда есть что обсудить. Мы всегда рады видеть вас в нашей студии. Спасибо вам большое. Напоминаю, в нашей студии были Владислав Волков, доцент кафедры государственного и административного права Самарского университета, член регионального общественного штаба по независимому наблюдению за выборами президента России, и Елена Шернина, проректор по взаимодействию с государственными и корпоративными структурами Самарского государственного экономического университета, член регионального общественного штаба по независимому наблюдению за выборами президента России. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин